Музыка 23 апреля на всех 40 площадках сбора отходов были установлены коричневые пластиковые контейнеры для сбора пищевых и кухонных отходов. Директор ЗАО Висагина Бустас Виталтас Шлаустас рассказал, как часто их будут вывозить и как правильно пользоваться этими контейнерами. Конечно, жителей сейчас может быть интересует вопрос, как часто будут контейнеры опустошаться, как часто будем их забирать. Предполагаем, что на основе опыта других самоуправлений, которые планировали собрать отходы раз в две недели, то мы думаем, что этот срок будет нереальный. Мы думаем, что жители наши будут активно сортировать и поэтому предполагаем, что отходы будем собирать по факту заполнения. И предварительно думаем, что раз в неделю. Для того, чтобы они, контейнеры, меньше получили грязи, меньше и реже надо было бы их там мыть и дезинфицировать. Поэтому мы жителям и предлагаем, чтобы пищевые отходы жители приносили в мешочках. Витаутас Шлаустас пояснил, что в отличие от вильнюсского региона, где пищевые отходы нужно утилизировать только в специальные пакеты оранжевого цвета, в Утинском регионе такого правила нет. Утинский регион и Утинский центр по порядочным отходам построили новую линию по сотровке пищевых отходов, которая не требуется отдельных мешочков, каких-то специальных. Поэтому, если мы идем к тому, что каждая упаковка или мешочек, которые мы покупаем в торговом центре для своих нужд, когда покупаем себе продукты, чтобы они могли пользоваться несколько раз. То есть, первый раз мы, когда купили мешочки, принесли продукты домой, другой раз мы пользуемся, когда туда можно складывать или бытовые отходы, или пищевые отходы, и третий раз, когда те мешочки, которые пока еще есть, которые не разлагаются биологически со временем, то они потом используются для сжигания как топлива, потому что они имеют энергетическую ценность. Поэтому, как минимум, три раза мешочки мы можем использовать. Это по зеленому курсу соответствует требованиям. Поэтому могут быть мешочки и бумажные, которые видим в торговом центре, и пластиковые, неважно. Упакованные пищевые и кухонные отходы помогут уберечь стенки контейнеров от быстрого загрязнения, пояснил Витал Ташлаустас и рассказал о том, как нужно пользоваться этими контейнерами. Уже по самому названию пищевые и кухонные отходы все связано с остатками пищи. Эти и мясные, и рыбные продукты, и котлеты, и каша может быть, ну то, что у вас есть, огурцы, помидоры, которые они съели, фрукты, овощи, даже комнатные цветы. Или какой-то был юбилей у кого-то, могут пришли букеты цветов, а потом куда их девать. Вот туда же, в те же контейнеры для пищевых отходов, они тоже являются биологически разлагаемыми веществами, которые идут потом на изготовление компоста. Директор ЗАО Висагина Бустас также пояснил, что в контейнеры для пищевых отходов нельзя класть использованные гигиенические средства, наполнители для кошачьих туалетов и мусор. Все это должно идти в контейнеры для бытовых отходов. Более подробная информация о том, что должно утилизироваться в контейнеры для пищевых и кухонных отходов, опубликована в газете Висинфо и на сайте Висагина Бустас. Мы поинтересовались, станут ли вывозить контейнеры каждую неделю, если они не будут заполнены. Если будет очень долго заполняться, да, раз в две недели, ну я думаю, что заполнится за неделю, без опыта, потому что, как мы вот с вами считали недавно, значит, если у нас, грубо говоря, 10 тысяч квартир в городе и 40 площадок, то на один контейнер на 250 квартир. Конечно, мы предполагаем, что жители все равно не понесут по килограмму, когда принесут хотя бы 3 килограмма этих отходов за раз. Вот, поэтому они будут заполняться, я думаю, чаще и раз в неделю будет, наверное, тот срок, который будет оптимальным. Сортировка пищевых и кухонных отходов внедряется в Литве с начала 2024 года. В Висагинасе ее планировали начать в марте этого года, но в связи с задержкой процедуры закупки контейнеров, их установили на месяц позже. Самоуправление ИЗАО «Висагина Бустас» призывает жителей начать сортировать пищевые отходы и правильно пользоваться новыми контейнерами. Сортировка пищевых и кухонных отходов Сортировка пищевых и кухонных отходов